Добрый день, уважаемые друзья! Я сегодня хочу посвятить эфир важному заявлению нашей политической организации Демократический выбор Казахстана. Хочу поблагодарить наших сторонников, не только тех, кто прямо поддерживает Демократический выбор Казахстана, но и всех тех, кто осознал, что в нашей стране необходимы серьезные перемены, изменения, что этот режим преступный. И 9-10 июня вышли не только прямые сторонники ДВК, которые хорошо знают наши программы, знают цель нашей политической платформы, но и все те, кто недоволен действующим режимом и все те, кто хочет перемен. Я, прежде чем озвучить нашу позицию в виде заявления Демократический выбор Казахстана, хотел бы коротко, буквально озвучить свою позицию по итогам выборов. В принципе, мы все понимаем, что эти выборы были незаконные. Сами по себе досрочные выборы тоже незаконные. Сами выборы незаконные. Сами правила участия кандидатов в президенты тоже были незаконные. Весь процесс организации выборов, его озвучивание досрочное о том, что он состоится 9 июня. Вообще все, что связано с этими выборами, были незаконные, а собственно и значит результаты этих выборов нелегитимны и незаконны. Соответственно, Хасамжумар Тухаев является нелегитимным президентом и это озвучило в том числе международное сообщество, известные организации как ОБСЕ, членом которого является в том числе и Казахстан. Собственно, наверное, это впервые за многие выборы ОБСЕ дало негативную оценку результатам этих выборов, саму процессу, а беспрецедентно в нашей стране на выборах присутствовали именно международные наблюдатели и журналисты, и они тоже дали негативную оценку результатов выборов. Я могу сказать, что это беспрецедентно связано с тем, что в первую очередь сам народ осознал, что эти выборы незаконные. Я думаю, что наивных было мало, которые верили, что эти выборы пройдут честно и открыто, потому что не успели только эти выборы быть объявлены, как сразу пошел процесс непрерывных нарушений со стороны власти. И хотя исполняющий обязанности Хасамжумар Тухаев заявлял, что он приложил все усилия, чтобы эти выборы были законными, не было нарушений, буквально в тот же день началась серия нарушений, когда в этих незаконных действиях по организации сбора подписей и всего прочего начали участвовать сотни тысяч наших граждан под давлением, под принуждением, фальшивые подписные листы, когда за два дня буквально были собраны сотни тысяч подписей, при этом этих людей никто не видел, штабов не видел, интервью не видел. То есть все эти сборы подписей, они были фальшивые. И по действующему, даже Назарбаевскому законодательству, участие в таких махинациях наказывается различными штрафами или уголовным преследованием до четырех лет тюрьмы. Но тем не менее, все кандидаты, включая Токаева, они являются, по сути дела, уже нарушителями этих законов и каждый из них может легко по действующей законодательству получить четыре года тюрьмы, не говоря о том, чтобы они стали бы, как Токаев, президентом. Да, сейчас на этих выборах участвовала масса наблюдателей, которые фиксировали эти нарушения. Сегодня те наблюдатели, которые присутствовали на голосовании и обнаружили сотни и тысячи различных нарушений, хотят заявить, что результаты были сфальсифицированы. Мы опять же все знаем, что так и было бы, так и есть. И, собственно, якобы участвовало такое-то количество избирателей, тоже это сфальсифицировано. Все видео, ручки с достижающими чернилами, карусели. Весь арсенал, который всегда эта власть применяла, это происходило на ваших глазах. И я могу только сказать, что эти выборы отличались только тем, что была действительно небывалая активность наблюдателей, избирателей, всех тех, которые хоть в глубине души, что называется, надеялись, что есть все-таки какая-то справедливость в глубине души. Но в реальности вы, я прекрасно понимаю, что основная часть населения не верила. Вот, я поэтому что хочу сказать, что на самом деле эти выборы сделали серьезный перелом сознания нашего народа. Я надеюсь, что все те, кто верили, что при режиме Назарбаева возможны открытые честные выборы, теперь не поверят, не поверят ни Назарбаеву, ни Хасмжумару Такаеву, ни вообще никому из этой политической верхушки. Это очень важное, важное осознание, на мой взгляд. Потому что, когда человек осознает, что правительство нелегитимное, что режим, который сейчас в нашей стране несправедливый, за этим идет осмысление, а после этого так устроен человек, человек хочет действовать, он хочет перемен, хочет бороться. Но если, конечно, это не окончательные рабы, которые просто утром проснулись, что-то поели, что-то, какие-то действия поделали, снова упали. Но я уверен, что таких мало в нашей стране. Таких мало, да, много запуганных, много раздавленных, много испуганных, много тех, кто на кухне выражает свое недовольство, но я уверен, что основная масса сейчас уже в своем сознании переломила свое отношение к этому режиму. А это значит, что многие из них будут действовать вместе с нами и вместе с нами добиваться перемен. Потому что невозможно так дальше жить. 30 лет во лжи, 30 лет в богатой стране влачить нищенское существование без каких-либо перспектив на улучшение жизни. Перспективы только у политической верхушки. И эти выборы показали, что действующая власть действует против народа. На ваших глазах в дни выборов, в день выборов, 9-10-го полиция избивала мирных жителей, которые вышли с детьми, с семьями на мирный протест, который, по сути дела, закреплен, право закреплено на участие в таких мирных акциях и протестах. Не случайно ООН, ОБСЕ, различные международные организации выразили свое недовольство и потребовали от Казахстана соблюдать все эти международные договора, которые Казахстан подписал. То есть, это обнажило лицо режима. Вот представьте себе, даже инаугурацию сделали на следующий день, поспешно объявив итоги выборов накануне, сразу же провели выборы, в смысле инаугурацию. И у нас прошла инаугурация без участия иностранных гостей, без кого-либо, просто, что называется, межзабойщик. То есть, воры, те, которые украли ваши голоса, сделали сходку и на этой сходке назначили другого человека, исполняющего обязанностям. Я говорю реально, это исполняющая обязанность, потому что мы все знаем, скоро он уйдет, президента. Не одели даже на него бусы, которые регулярно одевает Назарбаев, когда якобы побеждает на выборах, он эти бусы на себя вешает. Вы видели, что вчера на Хасмужар-Такаево даже эти бусы не надели. То есть, это действительно исполняющие обязанности, временно, должность президента, с трудом передвигающие ноги, он даже руку поднять не может, даже Назарбаев ему приподнял руку, и она плетью упала вниз. Вот, собственно, такого человека вчера инаугунировали, прошла инаугурация на должность президента. И хотя Хасмужамар-Такаев все время заявляет, что сейчас будет диалог, что мы дадим возможность, чтобы развивались демократические процессы, были реформы, усилим роль парламента, общества, гражданского общества, делал массу заявлений. Вы видели его слова, вообще ничего не стоит. И режим наглядно показал 9-10 июня, в день выборов и в день оглашения результатов выборов, что никакого диалога не будет. Были задержаны на этих протестах свыше 5000 человек. Это то, что мы знаем. Мы получаем сведения, что все тюрьмы были переполнены. Даже административный арест на 5-10 суток, эта власть не смогла реализовать обычно законным путем, чтобы люди реально понимали, за что они наказаны. И они попали в тюрьмы за 200-300 километров от Астаны. То есть вы понимаете масштаб? Когда режим говорит, что задержали даже тысячи человек, они лгут. И они лгут, когда говорят, что задержали якобы 5000 человек. Они лгут, потому что тюрьмы переполнены на расстоянии до 300 километров от Астаны. Вдумайтесь, до 300 километров. То есть какое же количество людей должно быть задержанных? Мы позавчера объявили о проведении масштабной акции по всей стране, но в большей степени Алматы и Астане. Перепуганная власть нагнала огромное количество полиции. Они блокировали центры города, блокировали улицы и все прочее. И, конечно же, были злорадствующие, которые говорили, у вас не получился масштабный протест. Якобы было мало людей, что этих немногочисленных протестующих власть задерживала. Да, вчера не было так, чтобы тысячи вышли на улицы, потому что власть нагнала военных, внутренние войска, заблокировала все улицы. И вы должны одну вещь понять, что если вы считаете, что власть сильная, то почему власть, та самая сильная власть, боится? Значит, кто-то должен быть сильнее этой власти, чтобы эта сильная власть до такой степени была напугана, что привезли военных или внутренние войска, как их мы называем, из разных регионов, мобилизировали их, привезли в Астану, привезли в Алма-Ату, перекрыли улицы, вы эти грузовики, машины видели на всех центральных улицах. Вы же их видели. Поэтому вы должны понимать, что сильная власть боится нечто более сильного. И это нечто более сильное, это сам народ, это вы. Это не кто-то один, некий батыр, а именно вы, народ, именно народа боится эта власть. Вы видели вчера похоронные лица, испуганные, но султан Назарбаева, Доригии Назарбаевой, все его политическое окружение, они вчера, когда проводили инаугурацию Касмажемар-Токаева, казалось, должны были радоваться, что вот они так ловко провели эти выборы, и вот назначили президента, который скоро сдаст власть Доригии Назарбаевой. Но нет, вы же видели их похоронные лица. Эти лица говорили о многом. Эти лица говорили и о страхе, и о разочаровании, и о том, что надвигается большая волна народного гнева. Они, эти лица, описали все. Поэтому, когда кто-то говорит, что вчера у нас не получилось, я хочу сказать, у нас все получилось. Мы сейчас имеем противника в лице султана Назарбаева и его окружения, напуганных и трусливых, которые думают, что они смогут защититься, удержать свой трон. Используйте мальчиков, солдат, полицейских, используя полицейские, которые тоже из народа, которые тоже живут тяжелой жизнью. Нам приходит сообщение от полицейских. Они говорят, когда вас будет много, мы перейдем на вашу сторону. Пожалуйста, давайте быстрее. Мы тоже устали. Вы же видите, эти полицейские сутки стояли на жаре. Эти сутками стояли под дождем. Вы проходили между колоннами этих полицейских, и вы все должны были осознавать, что вы живете в тюрьме. Вы живете в тюрьме. И вот эти полицейские, солдаты охраняют тюрьму под названием Казахстан. Все мировые средства массовой информации обошли видео, фотографии, как эта полиция борется со своим народом. Вы посмотрите на их лица. Они не хотят этого делать. Да, действительно, какие-то отморозки среди этих полицейских встречались, которые применяли дубинки, избивали, но их было мало. Уважаемые полицейские, я еще раз говорю, уважаемые полицейские, вы должны перейти на сторону народа. Всех тех, кто избивал наших граждан, мы зафиксируем. Они уже зафиксированы. Да, мы говорим, что новое правительство, демократический выбор Казахстана будет преследовать на султана Назарбаева и его близкое окружение приблизительно 200 человек. Всех тех, кто ограбил нашу страну, загнал ее в рабство. И у этих людей как минимум 300 миллиардов долларов украденных средств, которые мы знаем, где они находятся, около 300 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали масштаб в рабство, вы должны знать одну цифру. Годовой бюджет нашей страны составляет менее 30 миллиардов долларов США. Это республиканский бюджет. Когда я называю цифру минимум 300 миллиардов, из которых 200 миллиардов долларов состояния на султана Назарбаева, вы должны понимать, что у этой небольшой кучки десятилетний бюджет страны. Десятилетний. Поэтому, конечно же, когда мы озвучиваем, что будем преследовать именно небольшую кучку, а все остальные будут амнистированы, мы имеем в виду то, что Назарбаев 30 лет рулит нашей страной, что он коррумпировал фактически каждого, он силой загнал нуратан, учителей, студентов, врачей, фактически полстраны. Поэтому, мы понимаем, что преследовать так называемых людей, поддерживающих режим нурсултана Назарбаева, это преследовать половину граждан страны. Это неправильно. Мы говорим о том, что мы будем двигаться вперед и будем преследовать только тех, кто является наиболее одиозным, как сам нурсултан Назарбаев. Но те полицейские, те военные, которые избивали граждан, они тоже будут привлечены к ответственности. Сейчас критический момент. Уважаемые друзья, вы проявили вчера и предыдущие дни огромное мужество. Огромное мужество, эти видео распространены опять по всем социальным сетям. Я хочу поблагодарить вас за сопротивление этому режиму. Но все те, кто пострадал, все те, кто попали в тюрьмы, всех тех, кто эта полиция избивала, выкручивала руки, я прошу сделать следующее. Зафиксировать все те преступления против вас, которые осуществляла эта полиция. Мы очень скоро придем к власти. К власти придет именно народ. и все те, кто пострадал от этого режима, они будут реабилитированы. Им будет безусловно выделена серьезная материальная компенсация. Мы окажем серьезную поддержку с рабочими местами. То есть все те, кто пострадал от действия режима, они будут полностью реабилитированы и будет оказана помощь со стороны государства. Но нам нужны доказательства в виде фотографий, в виде видео. Любые ваши действия связаны с фиксацией преступлений полицейских и фактами, что вы действительно присутствовали на этих митингах и на вас было оказано давление и преследование. Вы это должны сделать сейчас. Вы можете свои жалобы отправлять в фонд открытый диалог. Нам нужно получить международную поддержку. Поэтому уважаемые наши граждане страны, которые пострадали от действий режима, мы просим вас сделать вот такие действия, зафиксировать все нарушения, отправить жалобы, отправить штаб ДВК или отправить в фонд открытый диалог. Друзья, я знаю, что многие наши сторонники требуют, чтобы мы непрерывно оказывали давление на режим. Тот протест, который в обществе нарастает, он безусловно должен как-то реализоваться. Я ваши призывы понимаю, но мы должны создать серьезную массу. Вот не случайно полицейские просят нас сами. Они говорят пожалуйста соберитесь, чтобы вас было много. Да, было много, но было много в Астане, было в Алматы. Когда я говорю много, это было 5-7 тысяч наверное в Астане и привезти несколько тысяч в Алматы. Это два основных города. Но нам нужно, чтобы в Астане на протесты выходило минимум 30 тысяч человек, а в Алматы 50 тысяч человек. Нам нужно, чтобы в регионах тоже нас поддержали, потому что они парализуют полицию. Сейчас режим смог из разных городов перебросить из Паладара, из Кокшетава, из Караганды в Астану, в Алмату, из городов вокруг Алматы, из Шимкента, из Таразы и так далее. Поэтому нам нужно, чтобы наши протесты были организованы по всей стране, чтобы нас было десятки тысяч. Именно тогда мы достигнем успеха. Друзья, вы должны осознавать, что наша полиция растеряна. Полиция не хочет участвовать в избиении собственного народа. Мы организовываем мирные акции протеста. Мирные! И полиция это видит. С нашей стороны звучат призывы. Никакого сопротивления, никакой войны с полицией. Полиция это часть нашего народа. Она будет с нами. Это пример мировой. Это примеры наших соседей. Армении, Грузии, Украины, многих стран. Полиция перейдет на нашу сторону, но она перейдет тогда, когда нас будет много. И вы видели эти растерянные лица полицейских, вы видели, как многие наши граждане сумели освободиться из автобусов, вы видели, что полиция была вынуждена их освободить, вы видели, как вырывала толпа полицейских, вбрасывала толпу, они их не трогали, не били, в отличие от некоторых полицейских. Я понимаю, что сейчас вас съедает гнев, когда вы видели вот это действие полиции, но я призываю вас терпению, полиции будет с народом, нам нужно работать с ними, нам нужно им объяснять, всю следующую и последующей недели я буду подробно выступать, делать анализ действий полиции, буду рассказывать о наших программах, чтобы мы в конце концов добились важного действия со стороны полиции, а именно перехода на сторону народа. Вы видели, что на ваших глазах в результате этих протестов происходила консолидация общества, вы видели, как вчера в Алматы и в Астане огромный отряд журналистов сопровождал все действия полиции, этого не было никогда, вы видели очень много протестующих, которые открыто кричали шалкет, вы видели, это происходило на глазах всей страны, то есть сейчас происходит консолидация общества, вы видели, даже те же самые полицейские, они несли протестующих, но они пальцем старались не тронуть, кроме отдельных негодяев, про которых я уже говорил, происходит объединение фактически всех слоев общества, я бы хотел поблагодарить здесь автомобилистов, таксистов, мы объявили, чтобы в 18 часов вчера мы начинаем свой протест именно с автомобильных гудков, и вы видели, автомобильные гудки сопровождали все наши протесты, я хотел бы поблагодарить вы обратите внимание, все те, кто потеряли веру в перемены, вы должны видеть, как шаг за шагом происходит консолидация общества, две недели назад, никто не верил, что мы увидим на улице тысячи, никто не верил, что 1 мая выйдут тысячи в Астане, тысячи в Алматы, никто не верил, ругались, говорили, что мы, казахи, этого не можем сделать, что мы плохая страна, мы плохая нация, но на ваших глазах происходит перерождение нации, нация просыпается, она проснулась, и вы вчера это все видели, видели все последующие дни, как происходит обеднение в обществе, наши молодые граждане пишут стихи, пишут песни, они показывают свой протест, свое несогласие с этим действующим режимом, посмотрите, школьники, школьники в разных городах вышли, дети, женщины в первых рядах, дети, маленькие дети стоят, толкают полицейские щиты, вы все это видите, этого не было буквально две недели назад, поэтому мы все должны понимать, что мы на пороге больших изменений, не могут быть изменений произведены за один день, я знаю, что кто-то разочаровывается, говорит, как же так, вот мы вышли и мы думали, вот 9-10 все, режим сломается, нет, ребята, так быстро не бывает, нам нужно, чтобы основная часть общества проснулась, поддержала нас и нам важно работать, показывать лицо режима, но нам режим помогает, интернет отключали, людей давили, перебросили несколько тысяч людей по регионам страны, их не кормили, не давали в воду, фактически пытали, избивали, это все происходило на ваших глазах, это режим показал свое реальное лицо, это преступный режим, который не имеет права руководить страной. Уважаемые друзья, очень много наших граждан до конца не осознавало, что мы живем в тюрьме. Очень много наших граждан продолжали верить Назарбаеву, тому же Тамутакаеву, верили этой подставной кукле Касанова, которая обманул и предал вашей надеждой. И помимо разочарования, я думаю, что у нашего народа наступило главное понимание, понимание, что так жить нельзя, что этот режим преступный, и что нам его нужно менять. Сейчас это самое главное осознание того, что так жить нельзя и нельзя жить под руководством этой власти. Несколько дней назад в Алматы тысячи людей вышли на улицы. Это было автомобильное шествие, шествие наших граждан, это было ночью. Это видео распространялось по всей стране. Я хочу еще раз поблагодарить журналистов, которые сопровождали этот процесс, показали всей стране, показали, что этот режим нелегитимный, что народ недовольный этим режимом. Показали, полностью обнажили это лицо и делают сейчас, вы видите, что город так называемый Нур-Султан буквально огражден. Там находятся десятки разных автобусов со спецназом, специальными глушилками интернета, нашей стране отключали WhatsApp, интернет. Это все произошло буквально в несколько дней, когда даже на инаугурацию не приехали иностранные гости. Вы видели, как они поспешно, поваровски действовали. И хорошо, и хорошо. Чем больше так режим действует, тем быстрее у людей наступает прозрение. Я уверен, что это прозрение настало. Сейчас главный лозунг, главное требование, он вызрел. Если еще вчера, позавчера люди требовали свободных, честных выборов, если вчера и позавчера люди надеялись, что они бросив этот иллюзорный бюллетень в урну, они могут получить новую страну, сегодня все осознали. этот режим просто так не уйдет. Он только уйдет при объединении массового недовольства всех граждан страны. И поэтому в этой связи я думаю, что пришло время озвучить главный лозунг, главное требование, которое мы должны реализовать и провести в жизни, а именно шал кет. Шал кет. Семья Назарбаевых контролирует власть до сих пор. Они поставили подставную мебель, называемую Токаевым, но мы все прекрасно знаем, что он ничего не решает. Он сидит и дергает за ниточки, и он контролирует власть. Поэтому этот режим должен быть сменен полностью. Назарбаев, Дарига Назарбаева, все его окружение должно уйти, мы должны построить новую страну, без должности президента. Нашей стране не нужен президент, мы построим парламентскую республику, парламентскую республику, в котором будут присутствовать только депутаты, избранные на честных выборах. Многие из вас мне говорят, а где эти люди, как вот мы видим там куклы, девальвировали понятие депутат. Да, это сделал Назарбаев, он все девальвировал, абсолютно все, но я знаю точно, вы их тоже видите, тех отчаянных людей, которые боролись на этих митингах, они сейчас сидят в тюрьмах, и завтра, когда будут честные выборы, открытые выборы, вы увидите тысячи этих достойных людей, из-за которых вам не стыдно будет голосовать, именно они поднимут нашу страну, именно им вы можете доверять свою жизнь, свое будущее, нашу страну, именно им, и их много, их десятки тысяч, просто этот режим сейчас преследует таких людей, сажает их в тюрьмы, поэтому уважаемые друзья, они есть, такие люди, их много, их тысячи, я счастлив, что их лица, многие эти лица видны на этих митингах, которые смело противостояли полиции, смело говорили о требованиях, требованиях самого народа, поэтому мы построим парламентскую республику, в котором будут представители от народа, депутаты народа, этот парламент будет назначать правительство, если правительство не справится, парламент в один день отправит в отставку такое правительство, Акимов должен избирать народ, местных, районных, поселковых, областных, Акимов, вся власть будет принадлежать народу, именно тогда будут изменения, именно тогда, но это невозможно при режиме Нурсултана Назарбаев, именно поэтому мы сейчас как политическая организация демократический выбор Казахстана считаем, что пора нам сделать главное обедниться, обедниться и добиться смены режима, мы объявляем мобилизацию всех сил, мы призываем наших граждан обедниться, 6 июля у Нурсултана Назарбаева очередной день рождения, ему 79 лет, это день, когда он объявлен выходным днем, у нас есть время, мы показали, что мы можем мобилизоваться, у нас есть несколько недель, чтобы собрать силы, силы тех, кто хочет изменить страну, мы объявляем 6 июля митинг по всей стране, 6 июля наша задача добиваться отставки Шала Нурсултана Назарбаева, дорогие Назарбаевы, Касамжамар, Такаева, эти выборы нелегитимны, Назарбаев нелегитимны, нам пора сказать всей стороной Шалкет, Алгаказастан.